Всем привет! После установки Python у вас также установилась среда Idle. Ее, конечно, можно отменить, установку Idle, но я не рекомендую это делать. Так, давайте, собственно, теперь запустим Idle. Входим в поиск и пишем Idle. У меня две версии Python, поэтому две версии Idle. Я беру последнюю версию, 3.10. Открывается Shell. Это, собственно, среда для написания кода. Это не редактор, но мы здесь можем запускать программы напрямую. Например, давайте выведем на экран Print, скажем, Idle Python. И запустим программу. У нас выведен на экран Привет, Python. Также, допустим, можно посчитать 2 степени 10 будет 1024. Написать какие-то более-менее сложные программы здесь уже неудобно. Писать мы их будем в редакторе Idle. Давайте нажмем File. Новый файл. Вновь появилось такое окно. Здесь уже можно писать полноценные многострочные программы. Давайте напишем небольшую программку, которая выводит сумму двух переменных. Скажем, переменная A, 20, переменная B, 30. У меняется 35. И выведем Print A плюс B. И запустим программу с помощью операции Run. Нам предлагают сохранить файл. Нажимаем ОК. По умолчанию предлагается сохранить файл и в папку где установлен Python. Я создал отдельную папку в Python, называется MyScripts. Давайте перейдем и сохраним этот файл под именем, допустим, Add. Вот у нас выполнился код. Теперь мы можем как-то этот код менять. Ну, кстати, когда мы меняем код, например, допустим, поменяю здесь дело 55, и нажму Run, нам предложат его сохранить повторно. Дальше мы рассмотрим, как от этого избавиться. Программа вывела уже другое значение. Можно, например, что-то скопировать здесь с помощью горячих клавиш. Вообще, тема горячих клавиш, она очень важна. Я рекомендую, на самом деле, научиться пользоваться им, потому что это очень удобно. Скажем, допустим, нужно как-то код отформатировать, да? Можем это все сдвинуть. Опять же, можем этот код запустить не через Run, а Run Modules, а можно просто нажать F5. Сохранить, что намного удобнее. Либо, допустим, могу из поменять, 35 поставить, нажать Ctrl-S, у меня сохранится файл, я нажму F5, у меня запустится код. То есть я настоятельно рекомендую, чтобы быстро писать программы, научить использоваться горячими клавишами. Это очень полезно. Теперь давайте немножко настроим Idle, чтобы нам было с ним удобнее работать. Так, первым делом я предлагаю немного изменить вид Idle. Так же, это можно не делать, но я люблю настраивать себя в среду. По умолчанию у меня стоял здесь шрифт, по-моему, 10 или 12, мне это было неудобно, я поменял на 14. Теперь тема. У нас предлагается по умолчанию тема Classic, давайте поставим темную тему. Маймаплайд. Вид уже поменялось и другое. Повторюсь, это можно не делать, но я сделал, чтобы мне было интереснее работать. Теперь у нас, как вы заметили, когда мы запустили Idle, у нас открылось окно первому Shell. Мне, допустим, удобнее, чтобы сразу запускался редактор кода. Поэтому это поведение можно изменить, поставив здесь галочку Open Edit Window. Сжимаем Apply. Что еще можно поменять? Можно поменять, скажем, чтобы выводился здесь номер строк. Это часто тоже бывает очень удобно. Маймаплайд. Опять же, это появится, когда мы это окно закроем, потом снова откроем, здесь будет номер строк. Вот важная еще настройка. Перед запуском кода, когда мы его поменяли, нажимаем Run, нам всегда предлагают его сохранить. Но мы можем это поведение изменить. То есть поставить здесь No Prompt. И тогда, когда мы что-то поменяем, мы просто можем сразу нажать F5, и у нас изменения уже вступят в силу. То есть файл сохранится автоматически. Применим. Ну, опять же, я давайте здесь закрою файл, чтобы появились строки редактора. И запущу Recent File. То есть тот же файл, который я только что открывал. так, чтобы он не... Вот так. Вот видите, есть номера строк. Теперь что можем делать? Например, я, допустим, хочу вывести, скажем, 2 в степени 5. Это будет следующим образом. Так, пардон. 2 звездочки. Теперь я просто нажимаю F5 без сохранения. У меня сразу выполняется код. Видите, насколько меньше стало действий. Так мне нужно было нажать Run, потом сюда, потом сохранить. Так просто нажали F5, и сразу выдался результат сюда. Это намного удобнее. Так, теперь давайте еще поговорим про такую штуку, как дебаг. То есть мы можем код отлаживать. Например, у вас какой-нибудь сложный цикл. И вы хотите, и у вас какие-то ошибки, и вы не понимаете, почему эта ошибка возникла. Для этого удобно пользоваться дебагом. Давайте я скопирую подготовленный файл. Давайте назовем, создаем новый файл. Нажимаю Ctrl N. Здесь вставляю код. Нажимаю Ctrl S. Хранить. Нажимаю File While. Название цикла. Это окно можем закрыть. Это можем мы сдвинуть сюда. Теперь нажимаю здесь F5. Вот у меня просто программка, которая выводит цифры от 1 до 10. Абсолютно простая программа. Допустим, я где-то допустил какую-то ошибку. И хочу отследить, какие у меня будут значения переменной A на каждой итерации цикла. Давайте нажмем Debug. Нажимаем Debugger. И опять нажмем здесь F5. Допустим программу. Здесь обязательно нужно поставить, чтобы вводился локальный переменный и вводился Source. Источник. Теперь смотрите. Теперь я нажимаю Step. И мы попали на эту строку. У нас здесь переменная A равняется 1. Далее мы идем в Step. Нажимаем еще. Мы попали на эту строку. Теперь у нас здесь должно вводиться значение переменной A. нажимаю Step. И мы уже попадаем. Открылось другое окно. Здесь, собственно, пойдет обработка уже внутри интерпретатора Python. Мы здесь ничего менять не можем. Пусть оно как бы так и идет. Нажимаем Далее. Далее, далее, далее. Вот. Теперь мы оттуда вышли. И у нас уже переменная A поменялась на 2. Видите, вот, изменилась. Теперь нажимаем Step дальше. Мы опять входим в функцию Print. Опять там будут внутренние файлы Python. Нам это не сильно интересно. Но когда мы по ним пройдем, мы опять попадем на начало цикла. И у нас переменная A будет уже 3. Это, возможно, не совсем подходящий код для нахождения ошибок, скажем так, потому что он довольно-таки примитивный. Но в некоторых случаях он бывает очень полезен для отлавливания ошибок. Ну, на этом, пожалуй, все. Пока.